Что происходит в мире? Почему меняется климат? От шторма Нейт пострадали Гондурас, Коста-Рика и Никарагуа. В странах объявлено чрезвычайное положение. В Коста-Рике без проточной воды остались свыше 400 тысяч жителей. В Никарагуа от наводнений пострадало 2700 семей. От шторма Ксавьер, обрушившегося со скоростью 41 метр в секунду, пострадали Нидерланды, Польша, Германия, Швеция и Дания. Шторм Гервард пронесся по северо-востоку Германии со скоростью до 41 метра в секунду. Возник штормовой нагон на реках Эльба и Везер, что привело к наводнениям. В Чехии шторм оставил тысячи жителей без электроэнергии, а в Польше стал причиной возникновения наводнений. В Индонезии от землетрясения магнитудой 6,3 и последующих авторшоков были разрушены здания. Сильнейшие за 84 года пожары возникли в штате Калифорния в США. Огонь распространился на 77 тысяч гектаров и разрушил свыше 3,5 тысяч зданий. Были эвакуированы 20 тысяч жителей. Полностью выгорел город Санта-Роза. От сильных пожаров также пострадали Франция, Новая Каледония, Италия, Испания и Португалия. В течение октября обильные осадки вызвали наводнения в Австралии, Индонезии, Малайзии, Тринидад и Табага, Таиланде, Колумбии, Аргентине, Великобритании и Азербайджане. В Мексике в штате Томаулипас от наводнений пострадали 18 тысяч жителей. Шторм Рамон вызвал паводки, провалы грунта, схождения оползней и сели. В Индии от наводнений пострадало свыше 83 тысяч человек. В Норвегии возникло самое мощное наводнение за последние 127 лет метеонаблюдений. От сильного ветра и шторма пострадали Канада, Парагвай, ЮАР, Ирландия, Украина. В Канаде без света остались 200 тысяч жителей. В Украине в 10 областях были обесточены 389 населенных пунктов. Во Вьетнаме дожди, принесенные тропической депрессией, вызвали сильные наводнения и сошествия оползней. Повреждены были более 30 тысяч домов. Более 17 тысяч человек эвакуировано. Япония и Филиппины пострадали от тайфуна Лан. На Филиппинах вследствие наводнений были эвакуированы 12 тысяч жителей. В Японии от тайфуна пострадали 81 тысяч жителей. В Китае от тайфуна Ханун в провинции Гуандун пострадали 972 тысяч человек. Свои дома вынуждены были покинуть 407 тысяч человек. Бразилия пострадала от шторма и лесных пожаров. Огонь уничтожил 65 тысяч гектаров национального парка Шапада-Дус-Виадейрус. В США ураган Нейт вызвал наводнение в штате Миссисипи. Шторм на северо-востоке страны привел к наводнениям, а также оставил полтора миллиона зданий без электричества. Сильный снегопад в штате Колорадо обесточил 45 тысяч домов. В Шотландии в седьмой раз за последние 300 лет на вершине Бридж растаяла снежная шапка, известная как Свинкс, которая исчезала последний раз в 2006 году. Впервые за последние 11 лет в высокогорных районах Шотландии растаяли все участки снега. Уважаемые зрители, подробнее о том, что происходит в мире, смотрите в еженедельных выпусках «Климат-контроль». Пусть вас объединяет что-то большее, чем вещи. Надо только немного доброты, сделать кому-нибудь приятное, сотворить какое-либо доброе дело. Пока не закончился этот день, у вас есть шанс сделать это. Доброта – язык, который могут слышать глухие и видеть слепые. Не замерзайте душами. Я позволяю добру окружать меня. Я принимаю добро. Я отдаю добро. Всегда будьте на стороне света. Митрополит Антоний Сорожский За прошедший месяц в мире возросло количество добрых дел. Все больше людей выбирают позитивные мысли, реализуют добрые поступки. Люди приумножают радость духовную, работая над собой, совершая благие дела. А радость – это как свет в темноте. И чем больше таких огоньков загорается, тем больше света привносится в этот мир, и тем больше тьма отступает. А ведь все очень просто. И каждый может найти в себе этот источник, порождающий безбрежность жизни внутренней. Он безграничен и бесконечен. И он дает жизнь тем, кто принимает его на глубинном уровне. Он дает жизнь тем, кто уже совершил свой выбор и живет им каждый день. Разрушительные катаклизмы, обрушившиеся в 2017 году на планету, показали готовность людей протягивать друг другу руку помощи и дружбы. Так ураган Харви, пронесшийся в августе 2017 года по югу страны, привел к разрушительным наводнениям в штатах Техас и Луизиана. Сотни жителей оказались в водяной ловушке. На помощь затопленному Хьюстону из города Баттон-Рош на лодках и катерах выехала группа волонтеров Каян-Нави. Невзирая на проливной дождь, они принимали звонки о помощи, забирали пострадавших из многоквартирных домов, отвозили на сушу и снова пускались в путь. Для помощи тем, кто не мог самостоятельно выбраться из воды, люди организовывали живые цепочки. Все чаще на просторах интернета стали появляться фотографии примеров взаимопомощи и доброты. Как важно, особенно в такое непростое время, нам проявлять свои лучшие качества – доброту, нравственность и духовность. И всегда и везде оставаться людьми, готовыми протянуть в трудный момент руку помощи и дружбы. Объединение людей – залог выживания человечества. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и Личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.